Добрый день, меня зовут Руслан Косаренко, я партнер компании Sterling Law. Это моя история переезда, часть вторая. Пожалуйста, посмотрите часть первую обязательно, перед тем, как вы посмотрите продолжение моей истории. В сегодняшней части я расскажу про районы Лондона, как получить ипотеку, мое мнение про британскую медицину и некоторые другие аспекты жизни Великобритании. Надеюсь, вам понравится. Один маленький дисклеймер. Видео было снято до локдауна, поэтому вся информация, с которой я делился, может быть, немножко различалась от текущей ситуации. Хорошего просмотра! Сейчас мы едем по району, где я живу. Район называется Уимболден. Это самый приятный район. Сюда мы попали не случайно. Мы искали хорошую школу для нашего сына. В этом районе мы живем уже 9 лет. Очень довольны. Здесь есть вся инфраструктура для жизни семьи. Вот перед нами известный Кингс Колледж. Очень известная частная школа. Здесь училось очень много известных людей, политиков, бизнесменов. Вот одно из времяпровождений на Уимболдене, популярных катаний на лошадях. Это можно делать с детьми. У нас здесь большой парк. Уимболден Коммон. Наш так называемый Сентрал Парк. Очень большой. Я сам тоже катался на лошадях таким образом. Очень понравилось. Не, ну нам-то весело. У нас хороший кадр. Но людям, которые сзади, наверное, не так весело. Но хорошая новость в том, что конюшни недалеко отсюда. Поэтому я думаю, они сейчас вернут через пару минут. И мы сможем продолжить наше путешествие по Уимболдену. Кстати, сейчас мы едем по району, микрорайону, который называется Уимболден Виллэдж. Именно здесь недалеко проходят соревнования по теннису. Здесь очень много уютных ресторанов. Много заведений, где можно провести время как семьей, так и романтических. Мест тоже много. Вот такие приятные магазины продуктовые. Вот можно видеть с левой стороны. Владелица этого магазина моя знакомая, хорошая. Она англичанка. Когда-то я с ней имел общее дело тоже. Поэтому понимаю специфику ведения ее бизнеса. Она этим занимается очень много лет. И она уже открыла такой же магазин в другом районе Лондона. Также ее очень хороший подход к делам, позволяет ей расширяться. Сетевые рестораны здесь, как всегда, естественно, это английские пабы, куда без них. Как мы видим, Мамблтон это комбинация новых домов и старых красивых викторианских домов. Очень зеленый район. Конечно же, многие жалуются на жилье, когда переезжают в Англию. Жилье зачастую бывает очень старой постройки. Ну и все выходящие отсюда проблемы. Однако я лично предпочитаю старый дом, но современный ремонт. Я недавно приобрел новый дом, старый, здесь на Мамблтоне. И мы сейчас заканчиваем ремонт. И вот таким же образом мы приобрели свое жилье до этого. И условия получаются довольно-таки комфортные именно для семьи. Так как старые дома в основном в районах хорошо обжитых, с хорошей инфраструктурой, такая формула лучше работает. Несмотря на то, что я смотрел новостройки тоже, как правило, это будут какие-то отдаленные районы. Поэтому предпочитаем вот искать жилье в старых домах. Это центр Уимболдена. Всегда здесь многолюдно. Станция метро. В Уимболдене я живу, по-моему, 9 лет. Переехали сюда в связи с тем, что искали хорошую школу для своего сына. Школы здесь все имеют рейтинг Outstanding. Практически все. Поэтому, независимо от того, в какой части вы в Уимболдене не оказались бы, вы, скорее всего, окажетесь в очень хорошей школе. Ваш ребенок. До этого мы жили на северо-западе Лондона. Довольно-таки приличный район. Но со школами там были небольшие проблемы. Кстати, мы проехали в Уимболдонский театр. Очень много здесь тоже представлений для детей в дневное время. Постоянно на каникулах. Очень много шоу. Хорошего качества. Сейчас мы проезжаем офис, где наша компания начала свое существование. Вот 165 за Бродвой на Уимболдене. Здесь мы развивались. Здесь мы начинали. И здесь мы провели очень много интересных лет перед тем, как переехали в Сити. Вообще, при переезде в Лондон с семьей, если кому-то нужен совет касательно выбора района для проживания, я могу посоветовать с легкостью, с чистой совестью такие районы, как Ричмонд, Уимболдон, ну и какие-то другие районы на юго-западе Лондона, South-West. То есть это тот вариант, когда цена и качество, на мой взгляд, соответствуют. Естественно, если у вас бюджет неограниченный, вы, наверное, будете стремиться к более центральным районам. Но вот если вы приезжаете сюда по рабочей визе TR2, если вы сюда приезжаете на визе TR1 Entrepreneur или на визе Startup, то такие вот районы для семейной жизни, для школ, на мой взгляд, наиболее оптимальны. Мы покидаем район Уимболдон. Говоря о других районах, мог бы также порекомендовать для эмиграции с семьей такие районы, я извиняюсь, такие районы, как Хэмстед, немножко, наверное, будет дороже, чем Уимболдон. То есть это все зависит от вашего бюджета. Некоторые также любят Патни, некоторые любят другие какие-то зеленые районы. Люди, которые экономят, но все равно хотят зеленый парковый район, выезжают за Лондон, в Саарий. Тоже очень много знакомых живет в Саарий. То есть все зависит от ваших предпочтений. А если вы переезжаете без семьи, наверное, районы, которые ближе к центру, ближе к метро, для того, чтобы вы были мобильные, я думаю, что особо задумываться, как сейчас говорят, париться не надо по этому поводу. Просто ищите вариант по бюджету, недалеко от станции. И на первый период адаптации, с моей точки зрения, подойдет любой район, а дальше уже будет определяться. Выбор района, конечно, важен для того, чтобы рассчитать, сколько у вас займет комьютинг. Я, например, езжу в Сити на общественном транспорте. Мы это называем поезд, train. Но по нашим стандартам эта электричка занимает ровно 30 минут от станции до станции. И именно моя линия не особо busy, то есть немного народу едет на Тензлинг. И я, например, еду сидя на работу, то есть мне не приходится стоять. Это очень удобно. Я могу ехать, работая. На машине доехать до Сити по лондонским дорогам, особенно южным лондонским дорогам, заняло бы минимум полтора часа. То есть это пробки, это узкие дороги, поэтому это очень непрактично. А в основном вообще люди, которые занимаются профессиональной деятельностью, добираются на работу, конечно же, на общественном транспорте. Правительство Лондона всячески борется с автомобильным транспортом, вводя налоги, такие как congestion charge, делая вообще путешествия на автомобиле по центральному Лондону как можно более некомфортным. Поэтому, конечно же, все в основном пользуются общественным транспортом. Все равно автомобиль, конечно же, используется для других целей. То есть, естественно, у меня семья, я развожу своих детей на разные активитис. Мой сын активно занимается регби, я должен возить его на тренировки, на матчи, фестивали, каратэ, спорт. Мои дочери тоже нуждаются в том, чтобы я их куда-то подвозил, плавание и тому подобное. Поэтому машина все равно необходима, особенно когда дети. Кстати, машина может быть экономной, как в данном случае у меня Tesla. Это позволяет мне въезжать в центральный Лондон без оплаты. Мне не нужно платить congestion charge. Кроме этого, Tesla очень экономно содержать, так как вам не нужно ее заправлять. То есть электричество недорогое. И, кроме этого, по контракту с Теслой у меня есть очень большое количество миль, которые я могу заряжать на специальных суперчарджерах тесловских бесплатно. Поэтому это очень экономичная машина. И я, конечно же, ее очень рекомендую всем. Теслу я выбрал, наверное, из-за своего сына, который очень увлекся вот этими фалконовскими Falcon Doors, которые открываются вверх. То есть ему это очень понравилось. И при выборе машины это был один из ключевых факторов для выбора данного автомобиля. Сыну 12 лет. Он учится в средней школе. Сын, как и две другие мои дочери, родились в Лондоне. Они британские граждане. Сын полностью ощущает себя британцем. Вообще он даже называет себя не только британцем, но и англичанином. То есть он говорит, папе, I'm English. То есть он совершенно отошел от своих украинских корней. Мы, конечно же, пытались, особенно в начальных этапах, как-то поддерживать язык. Он даже ходил в русскую школу по воскресеньям. Но, к сожалению, спорт сместил его занятия по русскому языку. Мы должны были это оставить из-за нехватки времени. Сейчас сын у меня говорит по-русски не на уровне 12-летнего ребенка в России или в Украине. Он говорит с акцентом. И, естественно, лексикон также страдает. На какие-то такие легкие темы я могу с ним общаться на русском. Но если хочется, чтобы он что-то понял, чтобы он понимал, что я говорю, что я имею в виду, приходится переходить на английский язык. И также ему намного легче изъясняться, естественно, по-английски. Я думаю, что с этой проблемой сталкиваются все эмигрантские семьи, не только в Англии. Дети более восприимчивы к языку страны, в которой они проживают, в которой они обращаются со своими друзьями. Естественно, это оставляет неизгладимые последствия в языковом развитии. Моя маленькая дочь, ей сейчас полтора года, тоже начинает сейчас говорить. И я вижу, что она мешает слова, потому что начала ходить в садик. Те фразы, которые мы постоянно повторяем дома, она начинает говорить, повторять за нами. Но я вижу, что уже начинают проскальзывать английские слова. Причем те, которым мы ее не учили, естественно, она их приносит из садика. И со временем английский вытеснит русский язык тоже. Это произойдет, мы к этому готовы. Мы по этому поводу не паникуем, не паримся, выражаясь с современным языком. Я думаю, что дети должны развиваться в комфорте, так как им это комфортно. Если они захотят, они смогут учить язык. Тем более сейчас, во время интернета, онлайн-курсов, абсолютно все возможно. Поэтому мы по этому поводу не переживаем. Для детей существует масса занятий. Мой сын занимается регби довольно-таки профессионально. Он начал заниматься регби, когда ему было 4,5 года. Опять-таки наши соседи, англичане и родители его одноклассников, когда он пошел в праймерис колл, нас представили в этот регби-клуб, порекомендовали. Опять-таки благодаря вот англичанам мы познакомились с этим видом спорта, который для нас, естественно, не знаком. На нашем постсоветском пространстве регби не распространено. И мы очень-очень благодарны тем людям, которые порекомендовали этот вид спорта. Сын в нем развивается, проявляет себя. Это действительно мужской вид спорта, командный вид спорта. И это очень помогает и сыну, и нам, родителям, вливаться в это английское общество. Потому что мы ездим на соревнования с родителями, мы встречаемся на тренировках, каждый выходной у них матчи. Естественно, это круг общения. И благодаря такому кругу общения мы больше познаем жизнь в Англии, жизнь англичан, их менталитет. Дети, которые занимаются раком, в основном англичане. И мы, соответственно, погрузились в эту атмосферу полностью. Вот благодаря занятиям сына. Ну вот я считаю, что еще одна рекомендация, если вы хотите полностью адаптироваться в обществе, в той стране, где вы проживаете, заводите детей. Это позволит вам ассимилироваться через... Или благодаря родителям других детей, с которыми вы будете общаться. Заводите собаку, потому что вы будете общаться с такими же людьми в парке. Они начнут вас приглашать к себе в гости. И так далее. Британцы в работе, британцы в жизни разные люди. И вообще жизнь делится на Monday to Friday и Weekend. Это отражается и на англичанах, и на всех, кто здесь живет. То есть на работе мы все профессионалы, мы все подвержены какому-то регламенту, мы должны себя вести соответствующим образом. На выходных мы переодеваемся в джинсы, сапоги, мы в грязи на регби, у нас барбекю. Англичане, я имею в виду, очень sociable, очень социальные люди на самом деле. Они очень любят ходить друг к другу в гости на барбекю. Я считаю, что вот это мнение о том, что англичане очень чопорны, не подпускают к себе близко, не соответствуют действительности, в любом случае, не в моем случае, не в моем опыте. Наоборот, они хотят идти на контакт, они хотят больше узнавать о тебе, о твоем background. Они хотят знать, чем они могут быть полезны, чем ты можешь быть полезен. И всегда находятся точки соприкосновения. Ну и, конечно же, англичане – это люди бизнеса. Если им понятно, чем ты занимаешься, если они тебе доверяют, а они тебе будут рекомендовать бизнес. Ну и также, соответственно, ты понимаешь, чем занимаются твои соседи или какие-то знакомые. И благодаря вот нетворкингу происходит обмен контактами. Это очень-очень важный аспект жизни в Англии. Я бы сказал, что контакты, приобретенные через нетворкинг, намного сильнее, намного продуктивнее в итоге, чем контакты, приобретенные просто в социальных сетях. Один из лучших способов эмигрировать в Великобританию – это через учебу и по студенческой визе. Во-первых, вы получите британское образование, которое ценится не только в Британии. Во-вторых, вы приобретете нужные контакты и приобретете профессию. Ну, конечно же, очень-очень важно приобретать опыт работы как во время учебы, так и непосредственно после получения диплома. Необходимо пройти стажировку, приобрести вот этот очень важный первый опыт работы, так как образование, к сожалению, не всегда дает практические навыки. Но это я мягко сказал. Как работодатель я вижу изъяны вообще в образовании, не только в юридической сфере. Мне кажется, университеты дают очень много теоретических знаний, но практике приходится обучать самому. И я считаю, что именно желание человека развиваться профессионально, контакты, которые человек приобретает на своем пути, намного важнее, чем формальное образование какого-то там университета. И не стремитесь обязательно попасть в какие-то топовые вузы. Это абсолютно не обязательно. Особенно если у вас ограниченный бюджет и вы не можете позволить себе LSC, UCL, Kings, там такие вот университеты такого уровня. Абсолютно нормально выбрать университет West London или Westminster University, Greenwich University. Абсолютно адекватные университеты с хорошими дипломами. Это не должно быть для вас барьером, если вы стоите перед выбором ехать-не ехать на учебу в Англию. В Англии, наверное, как и в любой стране, зачастую люди меняют направление, то есть заканчивают образование по одной специальности, устраиваются на работу, в другой специальности. Ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, чем у человека шире кругозор, тем он полезнее фирме, компании, работодателю, тем больше он имеет soft skills, adaptability, то есть он может приспосабливаться под различные ситуации, бизнес-ситуации, социальные ситуации. Поэтому это только приветствуется. Всегда себя надо в чем-то найти, не привязываться к формальному диплому, а всегда иметь широкий кругозор и стараться развиваться в нескольких направлениях. Особенно в наше время, мне кажется, по моим наблюдениям, люди меняют профессию несколько раз. Я считаю, что для личностного развития это тоже очень хорошо. Вы не только приобретаете опыт проживания в другой стране, в другой культуре, вы еще и пробуете разные вещи в плане своей специальности, вы становитесь более разносторонним человеком, и вам никогда не будет скучно. Особенно в таком замечательном городе, как Лондон. На своем даже примере я имею образовательный бэкграунд, я работал даже преподавателем, но в итоге я поменял сферу деятельности на юридическую. И все существовали мотиваторы для этого, это финансовая мотивация, это personal development, личностного развития. И я не жалею о том, что я поменял сферу деятельности. И если бы мне пришлось преподавать заново, я бы с удовольствием этим занялся, у меня остались эти навыки, мне не нужно переучиваться, я всегда знаю, что я могу на это рассчитывать. Кроме этого, в своей новой специальности я всегда нахожу различные другие возможности для развития. Например, мы начали заниматься legal tech сейчас в области юриспруденции. Опять-таки, это уже как моя третья специализация. Что важно помнить, что бы ты ни делал, ты должен это делать хорошо. Это одна из истин, которые, опять-таки, меня научил мой папа. Поэтому я начал заниматься legal tech только после того, как я очень уверенно стал на ноги и состоялся как юрист. Когда я был признан в legal 500 как лидирующий адвокат по правам человека и по иммиграции, когда у меня уже есть фирма, которая налажена, которая работает, которая имеет репутацию, и 30 сотрудников. Только после этого я начал развиваться в новой теме. Мы сейчас развиваем legal tech продукты, которые скоро должны выйти на рынок. и уже совершенствуюсь вот в этом направлении, ну, естественно, поддерживая квалификацию свою основную. Только ставь профессионалом, ты начинаешь понимать себе цену. Это очень важно. И для тебя, и для твоих клиентов. Ты понимаешь, что именно ты даешь клиентам такого, чего они не могли бы получить без твоей помощи. И это дает уверенность в себе в завтрашнем дне. Ты понимаешь, для чего ты это делаешь, ты понимаешь, для чего вообще нужен юрист, в частности, юрист по иммиграции. Очень часто возникают ситуации, когда приходится исправлять ошибки человека, не воспользовавшегося услугами юриста, посчитавшего эти услуги дорогими или излишеством. Я могу предоставить несколько примеров. Недавно был случай корпоративного клиента, который имел с нами консультации, но не нанимал нас на кейс. То есть мы предоставляли в консультативном порядке все, что нужно делать, правила, консультировали какие-то там нюансы, детали, клиент узнавал. Вот такой basic basis. В итоге клиент подал на сертификат спонсорщик для сотрудника и, несмотря на то, что мы сказали, что минимум, минимальное количество часов по этому укосу должно было быть 37,5 из расчета, из той зарплаты, которую работодатель предлагал. Работодатель указал 39 часов, прочитав гайденс, как-то там неправильно его поняв. В итоге вот такая разница в часах, 2,5 часа, получается, рабочих в неделю для будущего сотрудника, сыграла злую шутку. Зарплата, пересчитанная на 39 часов, уже не соответствовала этому коду. Пришел отказ на сертификат спонсорства и пришлось переделывать полностью весь Resident Lab Market Test, делать заявку заново. Не только это привело к задержкам, потому что в данном случае человек-студент менял визу на рабочую, и виза студенческая заканчивалась. Это привело к сумасшедшим стрессам со стороны заявителя, именно будущего сотрудника, но и к тому, что Home Office стал вообще задавать лишние вопросы, которые Home Office бы не задавал при первоначальной заявке. Естественно, вы уже засветились в первой заявке, вы уже заявили какие-то часы, вы заявили какую-то зарплату, вы сейчас делаете вторую заявку с другими данными вводными, и любой кейсворкер, даже не тот, который хочет к вам придираться, он будет задавать вопросы. Пришлось им переплачивать за то, чтобы мы правильно консультировали и готовили их к этим ответам, к визиту Home Office, который теперь уже захотел смотреть все файлы и тому подобное. Поэтому очень важно довериться юристу, довериться профессионалу. мы занимаемся кейсами каждый день, мы знаем все нюансы, мы знаем, где можно сделать ошибку. И мы существуем для того, чтобы эту ошибку не сделать. Я, например, пользуюсь услугами бухгалтера. Мне тоже, наверное, легко было бы заполнить форму налоговую, подать ее в налоговую. Тем не менее, я знаю, что бухгалтер будет знать нюансы, и я знаю, что бухгалтер может посоветовать какие-то вещи, которые помогли бы мне легально сэкономить какую-то сумму на налоги. То же самое делаем и мы. В итоге мы экономим деньги. В итоге вы тратите меньше денег и нервов, потому что вы получаете совет, который основан на практике, а не на гайденсе. Даже если вы гайденс очень внимательно прочитали. То же самое при прошении убежища. Очень много клиентов ведут себя неподготовленные во время интервью не совсем правильно. Поэтому обращаются к нам уже после отказов для того, чтобы мы подавали на апелляцию. Я сталкиваюсь с тем, что я читаю интервью по убежищу и понимаю, что человек во время интервью вот просто не давал иммиграционному офицеру даже задавать вопросы. Вот он просто начал говорить и через три часа он закончил говорить. Вот, естественно, мой клиент, подготовленный клиент таким образом себя не будет вести. Мы готовим клиента для того, чтобы отвечать на вопросы коротко, но четко. Это и помогает иммиграционному офицеру сделать решение по кейсу. И потому что вы даете информацию, которая требуется, а не в виде монолога излагать все, что наболело и что не соответствует требованиям конвенции по беженцам. Поэтому очень важно, опять-таки, по любому поводу, будь то рабочая виза, предпринимательская виза, или вы собираетесь просить убежище, или приезжать сюда по визе жены, проконсультироваться у юриста. Кроме этого, помощь юриста всегда необходима в случаях, когда у вас дело, скажем, мягко непрямолинейное. Например, прожив в Великобритании какой-то период времени, рассчитывая на постоянные места жительства, на британское гражданство, вы понимаете, что какие-то требования вы не удовлетворяете. Ну, например, очень часто обращаются с тем, что отсутствовали слишком много дней, хом-офис по некоторым категориям разрешает отсутствий, не больше 180 отсутствий за год. И приходится, конечно же, над этим работать. Разные у нас ситуации по этому поводу возникают, и, естественно, мы даем разные советы. Либо продлевать еще раз и каким-то образом закрывать вот эти вот отсутствия, либо объяснять в хом-офис основания для отсутствия, такие как компеллинг, независящие от вас. К сожалению, хом-офис каждый год становится все строже и строже к таким объяснениям. Поэтому, опять-таки, помощь юриста крайне необходима, если вы не удовлетворяете всем правилам в том виде, в котором они прописаны, в иммиграционных правилах или в гайденсах. Бывают случаи, когда человек не удовлетворяет требования по бальной системе, например, по визе предпринимателя, не может получить ПМЖ, но мы успешно аргументировали дела на этих примерах, даже на примере виза инвестора, и люди получали визы на основании прав человека, а не на основании балловой системы, на которой они находились. То есть, опять-таки, без помощи юриста клиент не смог бы прийти к такому результату. Здесь принимается во внимание и бизнес, связи со страной, и ситуация детей, которые здесь обучаются в школах, ситуация на родине, в стране происхождения, именно в контексте этого данного клиента. То есть, такие заявки также делаются с помощью юриста. Еще пример, когда необходима помощь юриста, это ошибки хом-офиса. Подав заявку, зачастую заявители сталкиваются с отказом не совсем понятными, не совсем обоснованными, поэтому работа с отказами является, ну, если не львинной долей, то очень большим, очень большой долей в нашей работе мы боремся с отказами посредством административного пересмотра, судебного пересмотра, judicial review, если нет, например, права на апелляцию в иммиграционном трибунале, ну, или простыми апелляциями в иммиграционных трибуналах, если на то дано право на апелляцию. Иногда бороться с отказами проще переподачей, это быстрее и менее стрессово для клиента, но это означает хоум-офисные сборы и сборы по НХС нужно будет оплачивать заново. И то при условии, это возможно только при условии, если действующая виза еще не стекла, ну, или если человек находится за границей в России или в Украине, то приходится платить сборы еще раз и уже объяснять, перекрывать те причины отказа, которые были указаны в письме. Если честно, я не совсем хотел бы жить в Англии. Я сейчас говорю о всей Англии за Лондоном, да, вот я 20 лет прожил в Лондоне и для меня это какой-то такой отдельный от всей Англии город, у него абсолютно различающийся микроклимат или аура, вот этот весь интернационал, после которого в любой другой стране, куда бы я ни поехал, мне становится скучно, вот я не понимаю, как население может быть одинаковым. У нас здесь такой микс, к нему очень быстро привыкаешь и без него потом становится скучно. Естественно, при выборе страны, куда вы хотите эмигрировать, очень важны такие вещи, как медицина и образование. Хочу вам сразу сказать, что и то, и то в Англии я оцениваю на отлично. Здесь прекрасное образование, начиная с младшей школы, опять-таки очень зависит от района и от школы, но я уверен, что при правильном подходе к этому вы определите ребенка в очень хорошую школу, причем это полностью бесплатно. Вы можете платить частные школы, но это будет ваш выбор. Здесь прекрасные средние школы, grammar schools, и опять-таки, если ваш ребенок преуспевает в учебе, издает экзамены, он может поступать в grammar schools, либо получать стипендии в частные школы, очень знаменитые, крутые, и здесь очень хорошие университеты. Поэтому Англия в этом плане, я считаю, вот это субъективное мнение является outstanding страной для эмиграции. Касательно медицины, как бы люди, живущие здесь, в Великобритании, ее не ругали, первое, что хочу сказать, медицина полностью бесплатная. Вот я не знаю, как это звучит для людей, которые живут за пределами Великобритании, у нас нет страховки частной, я имею в виду у всего населения, у меня есть дополнение, но, но, просто можно жить без всяких страховок, вы будете полностью обслужены как и на primary care, так и на secondary care в больницах. Я считаю, что secondary care в больницах здесь на высоком уровне, я бы сказал, на очень высоком уровне, но единственное, что вот здесь есть, в чем есть проблема, почему у меня есть все-таки частная медицинская страховка на частное обслуживание, это очереди. Да, действительно, если у вас есть несрочная проблема, вы обратились к своему местному GP для ее решения удаления, вас ставят в общую очередь на какую-то небольшую процеджу или операцию, да, вы можете ждать месяцы, в некоторых случаях может это и годы, вот, но в другом во всем медицина здесь на высоком уровне, она очень хорошо финансируется, опять-таки при правильном к ней отношении, да, есть свои специфики, много уверен, что слышали об анекдотах о том, что здесь прописывают процедамол при всех случаях, при всех заболеваниях, но при правильном подходе, при понимании системы, уверен, эта система является одной из лучших, если вас она не удовлетворяет, пожалуйста, приобретайте частную страховку, никто вам не запрещает, вы можете обслуживаться у частных врачей, в частных больницах, поэтому есть выбор, возможно вы слышали в интернете о много негативных комментариев от людей, живущих в Англии, о том, что здесь медицина плохая, и что очень сложно попасть к врачу и получить какой-то там прескрипшн, мне кажется, это просто разница в менталитете и к подходу, дело в том, что, наверное, мы привыкли по любому поводу паниковать, здесь отношения абсолютно спокойно, то есть если у вас нет никакой emergency, то, скорее всего, вам предложат подождать, чтобы само прошло, или какие-то обезболивающие, но это зависит от вашей жизненной философии, то есть вы требуете к себе внимания, просто я хочу, чтобы меня врач обследовал, и мне срочно нужен рентген, пожалуйста, требуйте, если нет, по моему опыту, опять-таки, английские врачи в 90%, случаев оказывались правы, вот, поэтому я как бы доверяю их мнению, я привык к этому стилю жизни, я не кутаю своих детей в шарфы и шапки, я думаю, что это одна из тоже уже объезженных историй о том, что все комментируют, что дети в Англии полностью раздеты зимой, в то время, как родители идут одеты в шарфах и так далее, да, это действительно так, да, действительно, мой сын в primary school 6 лет проходил в шортах зимой, но это был его выбор, и я ни в коем случае не навязываю ему что-то другое, я считаю, что все люди, включая детей, имеют право на свое мнение, я знаю, сейчас очень много будет меня ругать, но здесь есть такая тенденция, что дети действительно ходят раздетые, при этом я хочу вам тоже сказать, что простудных заболеваний здесь гораздо меньше, чем в наших странах, и мой сын в частности и мои дочери болеют намного и намного реже, я извиняюсь за звуки, которые Тесла создает, она немного у меня чувствительная, очень любит безопасность, безопасную дистанцию, предупреждают меня о всех возможных вариантах на дороге, поэтому вы слышите такие звуки предупреждения. Одно из преимуществ жизни в Великобритании это безопасные дороги, очень-очень редко случаются аварии, скорость движения небольшая, и культура вождения, и вежливость вождения, соответственно, водить очень комфортно, и получить права также не сложно, если вы приехали не из страны Евросоюза, вы можете ездить по своим правам до года, в течение 12 месяцев вам придется пересдать экзамен на вождение и получить британские права. Один из недостатков вождения это дорогая страховка на автомобиль, особенно для тех, кто приехал недавно. я ни в коем случае не рекомендую обманывать систему и имея российские или украинские права писать, что у вас есть британские права для того, чтобы страховка была дешевле или преувеличивать сроки проживания или там сроки в течение которых у вас не было никаких клеймов. Если страховая компания улечит вас во лжи, вас забанят и вы не сможете застраховаться не только в этой компании, но и вообще в любой другой страховой компании, то есть это очень все серьезные вещи. Поэтому лучше смириться, лучше платить страховку на том уровне, по которой вам предлагают, потому что страховые компании оценивают свои риски на основании алгоритмов, они приблизительно понимают, на какую стоимость страховки вы претендуете и соответственно большой разницы между страховыми компаниями наверное не будет, просто вы должны это принимать во внимании при составлении бюджета. Ну и вот что касается бюджета, очень важно с собой на первое время иметь достаточную сумму, чтобы покрыть первые 3-6 месяцев, очень важно эту сумму рассчитать, как рассчитать это наверное тема другого видео, и может быть я не тот человек, который это подскажет, потому что то, какие у меня расходы сейчас, и те расходы, которые у меня были, которые, когда я только приехал, это небо и земля. Естественно, первое время ты пытаешься экономить абсолютно на всем, ты пытаешься выбрать жилье подешевле, пытаешься экономить на транспорте, на том, чтобы не потратить лишние деньги на какие-то going out. Если рассказывать о моем бюджете, наверное, у многих пропадет желание переезжать в Англию, но если вы получили предложение на какую-то зарплату по рабочей визе, например, 50-60 тысяч в год, и не знаете, хватит ли, много вот такого вижу, нам даже пишут и на фейсбуке через мессендж к нам обращаются, а вот хватит мне это такая сумма на жизнь, ну, хочу сказать, что хватит, потому что вы приспособитесь под свой бюджет, поэтому для первоначального старта зарплата 40 тысяч я считаю вполне адекватна, я говорю 40 тысяч фунтов, но, естественно, вы должны сразу же понимать и поставить перед собой цель, это очень-очень важно, сколько вы хотите зарабатывать, какая у вас цель среднесрочная, то есть, вы должны сейчас понимать на этом этапе, сколько вы хотите зарабатывать через 5 лет, и если у вас в планах есть покупка жилья, если вы хотите обзавестись семьей, детьми, бюджет должен строиться, исходя из этого, я считаю, если у вас зарплата чуть выше 100 тысяч в год, это вот тот средний уровень жизни, который вам позволит комфортно обеспечивать свою семью, расходы на каждодневные вещи, два раза в год отпуск, машина, расходы на детей, но при этом у вас не будет возможности ничего откладывать, однако, опять-таки, повторюсь, если у вас оффер не на 100 тысяч, а на 40 тысяч в год, ни в коем случае не отказывайтесь, это ваш первый старт, я уверен, что нас смотрит очень много молодых людей, и поверьте мне, до своего уровня я шел не один год, я в Англии живу 20 лет, и чтобы заработать уровень жизни, который у меня сейчас, я работал очень тяжело и очень много, и при четко поставленной цели вы всего достигнете, главное знать, к чему вы идете, и приблизительно понимать, как вы к этому придете, очень важно изучить рейтинги зарплат, какая профессия, сколько оплачивает ваш труд в среднем или по максимальной шкале, это все доступно в интернете, мы уже говорили о том, что вы можете менять свою специализацию, соответственно, вы можете всегда подбирать свою профессию под свои запросы денежные. Я надеюсь, вам понравилось видео, если вы с чем-то не согласны, пишите в комментариях, в историях переезда очень много интересного контента после локдауна, много всяких интересных историй, героев, поэтому обязательно подпишитесь на канал, а также подписывайтесь на канал Sterling Law, ссылка в описании, для того, чтобы узнать об изменениях в иммиграционных правилах, я бы сказал, хороших изменениях иммиграционных правил в Великобритании, которые позволят вам приехать и жить в Великобританию без каких-либо проблем. Сейчас набирают обороты визы Global Talent, с 1 января 2021 года значительно облегчается рабочая виза TR2, ну и, конечно же, наши уже привычные стартапы и инноватор виза, которые сейчас тоже становятся очень популярными. По всем иммиграционным вопросам пожалуйста, обращайтесь в Sterling Law, будем рады помочь. Всем хорошего дня, желаю вам счастья и самое главное в эти времена здоровья.